Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я покажу вам мастер-класс такой шапочки. Я вязала ее на свой объем головы 57 см, но она получилась свободная, поэтому можете вязать по моим расчетам, даже если у вас и больше размер. Вы ориентируйтесь по резинке. Эта шапочка вяжется очень просто, потому что я не буду делать убавки. Поэтому если вы только начинаете и учитесь вязать крючком, то смело пробуйте. Я покажу два варианта, как сделать шапку с ушками и обычную классической формы. На этой изделии у меня пошло немного желтых ниток, я их использовала только в резинке, и фиолетовые нитки около одного мотка. Я буду вязать нитками Янард Голд. В 100 граммах 400 метров. Это акриловые нитки и 8% металлик полиэстер. Я буду вязать крючком номер 4. Шапку начинаем с вязания вот такой вот резинки крючком. У меня на канале вы можете посмотреть подробный мастер-класс по вязанию такой резинки крючком. У меня на канале вы можете посмотреть подробный мастер-класс по вязанию такой резинки крючком. Сейчас я покажу вам, как делать несколько рядов. Здесь у меня провязана одна петелька. Поворачиваем вязание. И делаем столбики без накида за переднюю стенку петельки. В основе вязания, то есть вот здесь вот, вначале я набирала 9 воздушных петель. Поэтому провязываю 9 столбиков. Дальше переходим на следующий ряд. Одна воздушная петля. Поворачиваем вязание. Из той же петли делаем столбик без накида за переднюю стеночку петли. И в последнюю петельку ввожу крючок. И для того, чтобы перейти на следующий цвет, я следующую петлю делаю фиолетовой нитью. Вот так. Дальше одна воздушная петелька. Поворачиваем вязание. И в эту же петлю делаем столбик без накида за заднюю стенку петельки. И в таких делаем 9 столбиков. Как вы поняли, я вяжу каждым цветом по 2 ряда. Поэтому сейчас я провязываю второй ряд фиолетовой пряжей. Одна воздушная петля. Поворачиваю вязание. И вяжу еще один ряд. Всего я связала 114 рядов. Ширина моей резинки 9 петель. Вы можете делать больше или меньше. Это зависит от того, какую ширину вы хотите. Дальше соединяем начало и конец резинки. Прикладываем их друг к другу. Проследите за тем. Смотрите внимательно, чтобы вы соединяли лицевой стороной. Вводим крючок в первую петельку в начале вязания, на начале резинки. Вытягиваем нить. Провязываем столбик без накида. Вот здесь вводим крючок во вторую петлю. И на той стороне вводим во вторую петельку. Вытягиваем нить. Провязываем столбик без накида. И так делаем с каждой петелькой. И вот как у меня получилось. Дальше мы будем в каждый ряд, который мы вязали, вязать по одному столбику с одним накидом. Количество этих столбиков должно быть кратно 6. Я посчитала количество моих рядов. У меня получилось 114 рядов. Это число делится на 6. Получается ровно 19 рапортов. Если у вас не получается ровное количество рапортов, в течение ряда вы можете убавить или добавить несколько столбиков. То есть провязать вот здесь в одном ряду, допустим, 2 столбика. Это если вам нужно прибавить петли. А если убавить, то пропустить 1 ряд или несколько рядов. В зависимости от того, сколько петель вам нужно прибавить или убавить. Я ввожу 3 воздушные петли. Они считаются как 1 столбик. Делаю накид и столбик с одним накидом в следующий ряд. Дальше у меня здесь 2 ряда желтой пряжи. Поэтому я делаю столбик с накидом. И примерно вот рядом еще 1 столбик с накидом. Дальше здесь у нас тоже 2 ряда. Поэтому сюда я делаю 2 столбика с одним накидом. То есть в каждом столбике, который мы вязали, по одному столбику с одним накидом. В конце ряда соединяем, заканчиваем ряд. Вводим крючок в эту петельку. Вытягиваем нить и делаем соединительную петлю. Дальше делаем 3 воздушные петли. И в следующий столбик прошлого ряда делаем изнаночный рельефный столбик. Накид. И с изнаночной стороны вытягиваем крючок. Захватываем нить. Провязываем столбик с накидом. В следующий столбик провязываем точно такой же столбик. Дальше пропускаем 2 столбика прошлого ряда. И в следующие 2 делаем по одному лицевому столбику с 3 накидами. Сделали 3 накида. И за этот столбик с лицевой стороны захватываем петельку. Захватываем столбик. Вытягиваем петлю и провязываем столбик с 3 накидами. В соседний столбик провязываем то же самое. Здесь у нас остается 2 столбика. Делаем 3 накида и провязываем лицевой рельефный столбик в первый столбик, который мы пропустили. Снова 3 накида и провязываем этот столбик второй, который мы пропустили. И в следующие 2 столбика прошлого ряда провязываем по одному изнаночному рельефному столбику с одним накидом. И дальше начинаем вязать так же самое, как и здесь. Провязали вот эти 2 столбика. 2 рельефных столбика через 2 столбика прошлого ряда. 3 накида, пропускаем 2 столбика и в третий делаем рельефный столбик. В следующий столбик делаем тоже рельефный столбик лицевой с 3 накидами. Дальше делаем такие же 2 столбика, вот эти 2 столбика прошлого ряда. И второй столбик. Накид и в следующие 2 столбика по одному изнаночному столбику. Вот как у нас получается. Когда мы довязали ряд, мы делаем соединительную петельку в столбик. То есть не в воздушные петли, а в столбик. Три воздушные петли. И в эти 2 столбика прошлого ряда делаем по одному рельефному изнаночному столбику. С одним накидом. Дальше делаем 2 накида и в эти 2 столбика, которые как бы лежат внутри, мы делаем 2 рельефных лицевых столбика. Снова 2 накида и делаем столбик во второй столбик. И 2 рельефных лицевых столбика в эти 2 столбика. 2 накида, столбик. И в эти 2 столбика провязываем по столбику с одним накидом изнаночной стороной. Дальше в эти 2 столбика по одному рельефному лицевому столбику с 2 накидами. И в эти 2 столбика то же самое. Дальше в эти 2 столбика. Дальше в эти 2 столбики. Дальше в эти 2 столбика. Дальше в эти 2 столбики провязываем по одному рельефному лицевому столбику. 3 воздушные петли. И 2 столбика с одним накидом изнаночной стороной. Эти два столбика остаются на протяжении всего вязания, а в рядах изменяется только вот эта часть. Дальше провязываем точно так же, как и в позапрошлом ряду. Делаем столбик с 3 накидами через 2 петли, в третью и в четвертую. Дальше провязываем 3 накида и рельефный лицевой столбик в третий столбик. 3 накида и следующий столбик тоже самое, рельефный лицевой столбик. Дальше делаем по одному столбику в эти два столбика, которые мы пропустили. 3 накида, лицевой рельефный столбик. И второй столбик. И в эти два столбика провязываем по одному столбику с одним накидом с изнаночной стороны. Довязали ряд до конца и сделали соединительную петлю. 3 воздушные петли. И за эти два столбика делаем по одному рельефному столбику с изнаночной стороны. С одним накидом. Дальше делаем 4 лицевых рельефных столбика с двумя накидами. 1 накидом. 6 см. 4 лицевые столбика с двумя накидами. 2 накидами. 3 мая накидами. 4 лицевые столбика с двумя накидами. И два рельефных изнаночных столбика. После резинки я провязала еще 15 рядов. Дальше, чтобы наша шапочка сузилась, я перехожу на крючок номер 3. И вяжу точно таким же узором, только другим крючком. Я провязала 26 рядов от резинки. Дальше я отмотала 2 метра фиолетовой нити. И сделала узелок. Будем притягивать нашу нить в последний ряд шапки. Начинаем это с любого места нашего ряда. Находим вот два столбика. Перед этими двумя столбиками у нас арка. В эту арку мы притягиваем нашу ниточку. После двух столбиков нашу нитку мы притягиваем на изнаночную сторону. Дальше у нас 4 столбика, мы их пропускаем. И вот следующая арка. И вытягиваем нить на лицевую сторону. После двух столбиков нить снова на изнаночную сторону. После четырех столбиков нить на лицевую сторону. И снова на изнаночную. И так как делаем ушки. Вот здесь мы видим такие выпуклые стороны. Сбоку соединяем две такие выпуклые стороны. Верхняя и нижняя первая. Следующие две вторая. И следующие три третья. Сразу после них в арку я вставляю контрастную нить. То же самое делаем и с другой стороны. Вот выпуклая сторона. И вот первая, вторая и третья. Я продеваю желтую нить. Вот это место мы должны стянуть ниткой. Включая по бокам по два столбика. Они тоже входят. Я беру два метра фиолетовой нити. И соединяю их узлом. И у меня получается вот такая двойная нитка. Вожу вот сюда. С одной стороны полностью протягиваем нить. И с другой. Вожу перед двумя столбиками. И дальше делаем по тому же принципу. И эти две нитки я перетягиваю на изнаночную сторону. Дальше у нас четыре столбика. Я беру две нитки и вытягиваю на лицевую сторону. Два столбика идет. После них я вытягиваю нить на изнаночную сторону. Следите за тем, чтобы начало нашей нити, которую мы втянули, оно не смещалось. Дальше четыре столбика и вытягиваем нить на лицевую сторону. И так я делаю до желтой нити. И так я делаю до желтой нити. Провязала до желтой нити. И нитка у меня оказалась внутри. Если она у вас оказалась на внешней стороне, вы можете рядом тут же, если она у вас на внешней, втянуть крючок в воздушную петлю и перетянуть ее на внутреннюю сторону. Теперь переходим на следующую сторону. Вот. У нас нитка желтая протянута там, где две петли. То есть после вот две петли и слева желтая нитка. Я вытягиваю фиолетовую нить на лицевую сторону. Вот как получается. И притягиваю нить точно таким же образом, как и на первой стороне. Я вытягиваю нить. Я снимаю желтую нить и стягиваю фиолетовую нить. Завязываю узелок. И вот у нас получились равномерные отверстия для ушек. Теперь у нас вот здесь отверстия, которые сейчас я покажу, как мы их соединим. Вот это место, где мы закончили ряд. И просто вводим крючок в одну петельку и на другую стороне во вторую. Вытягиваем нить и провязываем через первую. Дальше вводим крючок в следующую петлю. И аналогично на другой стороне. Вытягиваем нить и провязываем. И так делаем с каждой петелькой. Продолжение следует... Вот это место, где мы стягивали, мы его просто пропускаем. И так вяжем дальше до конца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Довязали последние петли, вытягиваем и обрезаем нить. Вот эти вот нитки выводим на изнаночную сторону и там их заправляем, как и все остальные нитки. Продолжение следует...